В продолжение темы. Владимир Ружицкий посетил поселок Октябрьский, где встретился с жителями, а также с педагогическим активом школы номер 53. На встрече обсуждались проблемы жилищно-коммунального сектора, строительства дорог и социальных объектов. Встреча состоялась в актовом зале школы номер 53. Глава округа рассказал о проблемах поселка, которые находятся в стадии решения. Это поликлиника-больница, и мы будем решать. Другого пути у нас нет. Сегодня есть проблема школы в Октябрьском, потому что у нас в Октябрьском две смены, и школу построить негде. Вопрос, где строить новую школу и детский сад в поселке, особенно острый. Глава сообщил, что под это строительство решено ввести в генплан часть земельного участка, принадлежащего лесному фонду. Вопросы изъятия земель из лесфонда проходят через решение правительства Российской Федерации. Эту тему не решает губернатор. А правительство Российской Федерации. Вопрос сложный. У нас другого пути нет, он надо заниматься. Также обсуждалась проблема пробок. Владимир Ружицкий сообщил о бюджете, заложенном в этом году на дорожное строительство. Принято решение на федеральном уровне, оно поддержано областью и с нами тоже согласовано. Дорога Урал-5, мы называем, Ново-Рязанское шоссе, обойдет поселок Октябрьский. Об этом говорим последние лет 25. По этому году уже выделено 6 миллиардов рублей. По традиции все желающие задавали свои вопросы. Они касались работы правоохранительных органов, организации праздника на 9 мая, а также нехватки социальных маршрутов и аптек. В связи со строительством больницы, с реорганизацией, перестала функционировать аптека для социальных больных. Нам сказали, что от поселка Долюберец маршрутка с пенсионеров берет 20 рублей, но у нас такого нет. По району есть социальные маршруты, поэтому вы должны знать, какие маршруты, и там пенсионер ездит бесплатно. Жители жаловались на проблемы аварийного и ветхого жилья, а также работу управляющих компаний. Владимир Ружицкий рассказал о нововведениях в системе ЖКХ «Люберец». Мы сегодня, по сути, создали единую диспетчерскую службу в системе ЖКХ. Мы в Московской области в этом вопросе первые. Все вопросы, которые обсуждались на встрече, зафиксированы и взяты под контроль властей. Данил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.